Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот покажу, как продвигаются участники школы. Смотрите, ребята, а потом посмотрим ещё код Джанго. Не переживайте, можно и новичкам смотреть, всему научитесь. Вот смотрите. Сейчас я вам кое-чего покажу. Так, сейчас. Практика по этому П. Проделать уроки. Сейчас, сейчас, секунду. Вот Сергей Асачи писал. Я хочу показать, как он писал первый код. Вот это был первый код. Ну, такой, да? По домашним заданиям. Потом я его отлучил от своих ошибок, то есть название на латынице. Ну вот, дом, кирпич, список, список, список. А вот спустя, это было, когда написано, 19.02.18. 19 апреля, 19 февраля 2018 года. Ну, через годик. А вот через годик, через годик, вот какой код прислал вчера. Мы начали рассматривать методы подробно. Очень интересный подход. Отличается код, согласитесь. Хотите так писать? Писать так будете. Мы здесь разбираем метод Нью. Ребят, зачем я это все вам показываю? Вот воспринимайте нас на слух. На самом деле, рынок обучения, да, программирования очень беден. Обратите внимание, я никак раньше не мог понять. Вот, например, есть учебник там Лутца, да? Я вот думаю, ведь по Лутцу вы программировать не научитесь. Почему? Вы изучите азы и где-то там названия, где-то первые шаги. Все. Не то, что Лутц плохой. Он ставил задачу познакомить. А если, допустим, вот как мы начали углубляться, метод Нью, да, инит тот же, почему везде используют инит, да, а Нью не используют. Вот так широко. Есть просто мнение, вот в интернете кто-то когда-то заложил, что вот инит используем, а Нью тот же метод, если знаем зачем. А на самом деле метод Нью вызывает и инит, и так далее. И я к чему это рассказываю, сейчас меня поймете. Просто-напросто я не зря упомянул Лутца. Лутц ставил задачу в первую очередь, как я на сегодняшний день понимаю, да, просто заработать деньги. Абсолютно верно. Вот эти вещи писать для него нет смысла. А почему? Для новичка это сложно, да, для совсем новичка. Поэтому вторую задачу он ставил, допустим, сделать и начальный курс, и справочник. Если углубляться в дебри, это был бы десятитомник. Но уже меньше людей читало бы, допустим, такие вот вещи, которые сейчас вот пытаются, не пытаются, а вот делают, допустим, Асачи, рассматривая разницу между инит и Нью, да, то есть каким образом, как что работает. Так вот, к чему я это говорю. Теперь открываем Джанго. Ребята, ради интереса открываем Джанго. Я сейчас просто покажу, что я открыл. Я открыл просто Джанго, открыл, взял модели. К примеру, взял я MySQL и взял функциональность. Ребята, вы взгляните на код, да, взгляните на код. Вот, вот, функция, дождите, я тут файл открыл, или нет, сейчас я, который хотел вам показать. А, functions. Сейчас, сейчас, сейчас. И начинаете смотреть, немножко другой, да, но не важно. Мы смотрим, да, сколько они методов разных используют. То есть, я сейчас сказал, да, вот этот код, который хотел бы, чтобы ребята школы писали. И смотрите, насколько вот эта вот крутизна, да, согласитесь. И этого вы не найдете ни в одном учебнике. А ситуация следующая. Ситуация очень простая. Просто, вы знаете, как-то вот, начиная с годами, так как я много лет уже занимаюсь обучением людей программированию, я проанализировал рынок. Вот, давайте возьмем рынок. Вот это вот рынок. И поверьте мне, что вы найдете одно и то же. То есть, есть черта, вот красная черта, за которую именно пошла школа Бовсуновского. Я могу сегодня с гордостью это сказать. Так вот, вот рынок обучения топчется вот здесь. Все, дальше не идут. Грубо говоря, открываете абсолютно любую книгу, там будут типы данных, там будут начало работы с классами, и все. Все. Вопрос. Вопрос. То есть, сложный код не дают, либо не знают многие, либо это уже немножко другая аудитория. Но вот такой код рождается, а эти люди, которые пишут этот код, им уже некогда, да, делиться этим кодом, потому что это все довольно сложно, это годами выработанное. Так вот, мы пошли дальше именно. Надо же стремиться. Я не зря вам, вот сюда пошли. Начали, как рассматривать? То есть, не по книжному, а просто, напросто, вот в той же стилистике, что ставил вопросы, но начали просто рассматривать тот же метод Нью в ООП в сравнении с ИНИТ. Почему начал с этих двух методов? Потому что это инициализация, это начало работы программы, это планированные программы. Но, когда я ребят начал просить то там, то в другом месте покопать, сколько они начали выкапывать, да, выкапывать для себя в первую очередь. Потому что одно дело, там, ну, прочитал, там, метод Нью, там, делает то-то, то-то, то-то. А другое дело, я задал вопросы, да, потому что сказал, что бытует такое мнение, что метод ИНИТ используем все, метод Нью, надо знать зачем. Так я говорю, давайте, ребята, разбираться. Ведь и поставил такие вопросы, где это мои вопросы? Ну, вот то, что я рассказывал. А, я поставил вопросы. Когда метод Нью можно использовать, а можно не использовать, да? Грубо говоря, я бы сказал, для обучения, да? Или там, я проанализировал когда Джанго, как оно написано. Да, в большинстве своем, в большинстве своем, оно написано, где ИНИТ. Но что касается, когда надо автоматизация, работа с моделями, вот мы с вами смотрели, да? То есть, где автоматом создаются модели, тут, извините меня, тут пошли все методы, да? Тут все используется, тут настолько все круто описано, да? Что волосы дыбом встают. Но ведь хочется. Если такой код пишут люди, и мы его видим, значит, по крайней мере, есть возможность к нему продвигаться? Конечно, есть. И путь мы нашли в школе, как это делать. Дальше. Просто и логично его использовать, он облегчает жизнь, да? Только его, иначе не получится путного или вообще ничего не получится. Ребят, это как лекция. Я просто, чтобы вы уловили ход моей мысли, что мы делаем сейчас в школе. А теперь еще раз взгляните. Вот этот код Сергея Осадчева, да? В феврале 19.02.18. И еще раз говорю. И вот этот код. Согласитесь, разница потрясающая. Но ведь человек вырос, человек пишет с пониманием. А в чем секрет? Занимается. Я понимаю, сейчас смотрят, смотрят новички, да? Некоторые скажут, ой, так тут же ничего не понятно. Ребят, я не к тому говорю, понятно или непонятно. Я просто вам утверждаю, что так вы писать будете. И это не предел. Я показал, к чему мы будем стремиться. Да, это не предел. Ведь школа построена так, что она работает с нуля. Да, вы придете и вообще будете изучать уроки, где дети 6 лет понимают. Но дойдете до функций, начнете практику Python-ОП. Но просто говорю, что не надо останавливаться. И мы пошли именно этим путем. Путь очень простой. Сначала мы начали, вот они, магические. Сначала мы познакомились с этими методами всеми, да? То есть я вот вещи, которые считаю, что просто любой программист вот начал там изучать ООП, он эти вещи, у него должны там и нет, супер, методы. Дальше определенные методы, то есть другие, с двумя нижними подчерками, он их должен знать. Ну, ну что? Ну знаем. Но ведь это неправильно остановиться. И дальше начинаем уже копаться, берем метод нью и начинаем вокруг него копаться. А вытаскиваются целые пласты. И когда есть, если брать вот тот путь идти как мы шли, да, как мы шли, и идем, если вы будете его повторять, тогда нить понимания не теряется. Поэтому если даже вы новичок смотрите, то вы должны понимать сейчас, что вы к этому будете приходить пошагово, да? А теперь еще открою один важный секрет. Никогда бы Сергей такой код не писал, если он не начал изучать тогда два языка. Просто настолько... Я всегда говорю, система школы построена таким образом, что изучается два языка. Я дам видео, потому что я говорил, сейчас не буду повторяться. Вы посмотрите видео на ютюбе, да? Я дам эту ссылочку. Все, ну все проблемы решены. Настроить... Две ссылочки дам. Вот ваш план, питон, ваш план ответ, как изучать язык. И вот на днях записал, почему трудно понимается ООП. Тоже дам, вот чтобы вы себя сообразили, послушали и что-то переосмыслили. Моя цель была показать код, да? Вот человека конкретного. Человек пришел в школу когда-то с нуля, да? С полного нуля. Если... Я не зря сохранил запись. Может будет... Даже сейчас самому было бы, наверное, Сергею смешно. Но смеяться здесь нечего, на самом деле. Сейчас... Нет, не это. Когда-то человек писал. Сейчас, секунду. А вот. Это была написана статья. Я с группы перекинул. 31 марта 2018 года. Сегодня... Сегодня... Сегодня 30 марта 2019. Но это было за полгода до этого. Пять месяцев назад я и Убунт установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся, все дело сделано. Программа обучения мне нравится, все круто, бери и делай. Было недоумение, как учить два языка, как взял и начал. Ощущения очень крутые. Потом он тоже писал уже дальше. Ну, я в других, наверное, видео, если вы смотрите, я давал, да? Ребят, просто весь секрет в том, что... Вот люди приходят зачастую, как учиться, а что делать? Да все очень просто. Все домашние задания Сергей прописывает. Все прописывает. Вот делайте так, и у вас будет получаться. Будьте последовательны. Изучайте обязательно два языка. Я даже сегодня... Вот еще один человек с Молдовы, Стефан тоже пришел недавно, начал изучать Python, ну, дошел до функций, говорит, прочитал видео, посмотрел, что вы рекомендуете изучать второй язык. А я написал, а потом подумал. Вы знаете, какую я фразу написал? Уже не буду сейчас сказать сообщение. Это не то, что нужно. Это очень правильный подход изучения двух языков. Когда язык один со статической, другой динамической типизацией. Это настолько ставит мозги в порядок. И разница глобально различается в результате. Почему? Когда вы учите один язык, вы всегда будете цептаться в рамках языка. Когда вы изучаете несколько языков, вы выходите уже на рамки программирования разный уровень, понимаете? Что такое рамки программирования? Почему? Допустим, вы, может, изучив функции одного-второго языка, вы на третьем тоже будете писать. Почему? Потому что функции, они одинаковые везде, да? Но не совсем. Пока, допустим, я изучил когда-то Python, я думал, ну вот функция, dev, там, то-то. А когда был, помню, познакомился с GC, там пишут, что функция только там, здесь функции высшего порядка, я думаю, а что, оказывается, функции разные бывают. Понимаете? Вырастает уровень. И, по сути дела, сегодня, если мне надо было написать там определенный код на каком-то языке, мне не надо изучать весь язык. Я посмотрел, а что такое там представляет функции, а что включает классы, и есть ли они, да? И мне бы стало понятно уже, как писать на этом языке. То есть, вот это уже уровень программиста, программирования, не языка. Услышали? Так вот, сейчас я говорю новичкам. Я вам показывал код, да? Видите, как время идет, и код растет. Так вот, просто я хотел просто донести, да? Я немножко не готовился к этому видео, просто вот такая вот хочется, да, рассказать, насколько вот растут ребята. И проанализируйте сами, подумайте. Ведь рынок обучения, он до черты. То есть, в рынке обучения вы не найдете вот такого кода, кто-то учит вас писать. А в школе Бовсуновского этим занялись. по крайней мере, я подумал, а что нам мешает двигаться в этом направлении? И потихонечку двигаемся. Круто! Круто! Поняли? Вот так. Значит, для новичков, ребят, в любом случае надо начинать с spb-tut.ru, то есть, с Python. С Python. Потом идти дальше. В общем, ссылки будут. Я не знаю, поняли вы меня, сейчас услышали, чем я хотел поделиться. Вы знаете, я вот написал видео, сейчас сижу и думаю, ну, то я хотел сказать или не то. Я просто хотел показать, как растут ребята, что вы тоже так будете расти. Только делайте. Делайте и не прыгайте. Идите по порядку, быстрее не будет. А, ну еще. Ubuntu освоил, сейчас осваивает Debian Server, тот же Asachi. Знаю, что Kiwi все уроки проделал, работает с Android Studio, работает с Django, работает с чистым кодом Python. Просто вот это и есть, наверное, настоящее обучение программированию. То есть, я всегда говорил, не жалейте немножко сил. Во время обучения старайтесь больше переключаться. Ну, дайте я уже, ладно, сейчас не поленюсь. Я хоть это это важный момент. Почему? Потому что, вот смотрите, я собрал здесь три истории. Я не зря их включил. Совершенно разные ребята. Первый парень здесь Денис. пришел когда-то в школу года полтора назад, забросил потом, потом вернулся, но сегодня начал писать очень хороший код. То есть, я показал человека, что люди возвращаются, и мы рады этому, и много людей возвращается. если вы когда-то начали программировать, ребят, выбросьте мысль, все равно вернетесь. Просто я говорю, к чему это сказал? Что устали? Просто отдохните. Неделю, две, три не бросайте программирование, потому что вернетесь, потом будете все равно жалей. Михаил Беляковский, очень яркий тоже пример. парень в 30 лет полностью сменил профессию. То есть, прошел там дорогие курсы, но в школе начал писать код. Это тоже, я специально включил эту статью его, чтобы показать ребятам, что не надо бояться, какой бы возраст не был, да, а это же еще не возраст, какой-то возраст 30 лет, смешно, но не надо бояться менять профессию, менять жизнь, просто надо прилагать усилия, понимаете, не надо, вот, я знаю, что, ребят, я сейчас хочу вас поддержать, что многие за компьютером вот так примерно сейчас будут, ой, там, мне, допустим, там, под 30-ник, или мне там под 40-ник, ой, но навряд ли уже получится. Ребят, нельзя так думать, нельзя так думать, вы, представляете, допустим, если так будете думать, вы ничего не начали, а уже похоронили и все, ну, давайте размышлять, ну, пусть для нас самым плохим вариантом, да, ну, не получится, подождите, ну, не получится, ну, вы же попробовали, тогда стоп, вопрос, а, а, когда вы зададите так вопрос себе, спросите, так, а чего не получится, что не получится, вот я у вас спрашиваю, а что у вас может не получиться, ну, а, допустим, я сегодня не могу написать такой код, как Асачий, так он же его через год написал, после того, как написал тот первый код, а до этого учил Азы, ребят, ну, конечно, вы, пусть такой даже код, если вы новичок совсем, вы его не напишите, но, вы же можете прийти к этому, а, и придете, придете, и Сергей Асачий, тоже человек с нуля, через полгода начал писать на двух языках, просто, именно, вот, собрал эти истории, совершенно разные ребята, совершенно разные подходы, ничем друг на друга не похожи, но, показывает, собрал, зачем я эти трех ребят, показывает, что все реально, есть и покруче, не покруче, а покруче, по отношению там, к себе, ко мне, намного больше, есть, были в школе, и сейчас есть ребята, ну, например, такие, как Александр Проценко, да, вот он пришел в школу, изучал джанго, то есть, писал уроки, и сразу делал, коммерциальные, сайт, вот, допустим, согласитесь, многие, даже на это не пошли, да, я не знаю джанго, но уже буду писать сайт, сейчас, так, я потерял запись Александра, неужели я перенес, надо будет вернуть, сейчас, 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 вот это, вот такая, больше размышления получается, в общем, верну я потом, тут Саша Галанин, который, кстати, тоже сменил профессию, носил телефоны по Москве, а сегодня работает в банке, программистом, ему тоже помогла школа, так вот, Александр Проценко, сразу, начал делать, и сайт для медкомиссии, писал по урокам, то есть, вот это такая вот смелость, да, ребят, получился такой разговор, я просто хотел сказать, что все получится, вот и все, наверное, вот это ключевая мысль, не было у меня такой определенной цели для этого видео, но хочется, понимаете, вот эту искру в душе разжечь, потому что, вот я сейчас сижу, да, я понимаю, вы скажете, вы уже там, девять лет занимаетесь программированием, все понятно, ребят, но если бы тогда мне кто-то так говорил, что действительно все получится, бери да делай, и я вам говорю сегодня, ребят, просто вот смотрю и думаю, вот на этих ребят, да, какие молодцы, у меня вот, когда я начинал, столько уверенности не было, но я хочу именно вот этой уверенностью с теми, кто смотрит видео сегодня поделиться, да, что, ребят, ну, обязательно получится, обязательно, просто берите и делайте, ну, в принципе, все, ссылки в описании, а, вот,